Всем привет! Это проект «Все четыре колеса». И мы продолжаем наше грандиозное путешествие по Сибири. Это самый большой регион России, так что нам будет где развернуться. Сибирь огромная и очень разная. Чтобы увидеть больше и прочувствовать всю мощь и красоту Сибири, мы отправляемся в путь на квадроциклах. Нас ждут бескрайние Тувинские степи и овеянные легендами озеро Байкал. Мы преодолеем ледяные горные реки, посетим таинственные пещеры, увидим стоянки древних народов и скифские курганы. Объехать всю Сибирь невозможно, но мы все же попытаемся познакомиться с ней поближе. Сегодня жажда приключений ведет нас на юго-восток республики Тува. Здесь, практически на границе с Монголией, в труднодоступном высокогорном районе, находятся термальные источники. Считается, что они обладают по-настоящему сказочным воздействием на организм человека. Что ж, испытаем на себе. Путь к источникам пролегает через Перехольскую долину и горные хребты Танну-Ола, средняя высота которых около двух с половиной тысяч метров. Добираться сюда можно на вышедях или вездеходах. По единодушному мнению нашей команды, именно в таких условиях квадроцикл выглядит самым надежным и безопасным средством транспорта. Если, конечно, подходить к делу с умом и осторожностью. Практически весь наш маршрут проходит по руслам рек. Подниматься вверх на перевалы, разумеется, приходится против течения. Что существенно осложняет задачу. Камни в перемешку с грязью, густая вязкая глина и крутые скользкие подъемы. Периодически приходится пользоваться лебедкой. Впрочем, такая забава нашей команде уже стала привычной на просторах Сибири. И мы, наконец, достигаем верхней точки перевала. Его высота около двух тысяч метров. Квадроциклы справились. Теперь нам предстоит спуск вниз. Это всегда легче, но не всегда безопаснее. Мы в долине Тайрисинг-Гол. Еще пара часов, и мы на точке. У подножия мраморной горы мы видим самое настоящее природное чудо. Здесь на сравнительно небольшой площади располагаются около двух десятков термальных минеральных источников. Удивительно, что совсем рядом друг с другом из скалы бьют источники с водой, значительно отличающиеся как по составу, так и по температуре, разброс которой впечатляет от 8 до 50 градусов Цельсия. Эти источники в Туве называют аржаанами, что переводится как «целебная вода». У каждого из источников есть свое собственное имя и перечень недугов, от которых он избавляет. Сердечных, желудочных, опорно-двигательных. В общем, целая природная поликлиника. Над источниками сооружены домики, традиционной для здешних мест формы. Они построены из сибирской лиственницы, чья древесина даже в таких влажных условиях может служить очень долго. На протяжении уже многих лет люди приезжают сюда именно для восстановления здоровья. И за эти годы источники еще никого не разочаровали. Это был проект «Все четыре колеса». Всем пока и до скорой встречи на моей планете.